Всем привет, друзья! С вами Ксюша. Спасибо, что вы со мной на канале Ангелов Рине. Сегодня будем разбирать мои кроссовки. Я не знаю точно, сколько здесь пар. Считать будем с вами вместе. Расскажу, где я их купила, насколько они удобные, надежные, качественные и так далее. И расскажу, от чего я хочу избавиться и по какой причине. Итак, если вам интересно мое расхламление, мой обзор, не знаю, как это правильно назвать, оставайтесь со мной. Кроссовки буду совершенно рандомно доставать. Вот первые, которые мне попались в руки, это кроссовки, от которых я хочу избавиться. Когда-то это было очень модно с вот такими вот, как сказать, застежками, да, с шнуровкой сложной. И здесь шнуровка двойная. То есть, смотрите, вот шнурок и вот шнурок. То есть, казалось бы, очень все круто. Я их брала под камуфляжные штаны. Вот так я плоско мыслю. То есть, если у меня камуфляжные штаны, да, цвета хаки, то вот какие-то такие должны быть кроссовки. Мне очень понравилась их форма. Когда они мне пришли, я их померила. Это был Wildberries. И, ребята, когда я их примерила, мне все показалось нормальным. Но в любых кроссовках нужно походить, как оказалось, чтобы понять, паразиты они или не паразиты. Вот это паразиты, они меня подставили. В чем проблема? Во-первых, здесь есть стелька. Внутри сейчас я вам ее извлеку. Вот такая стелька, какая-то рифленая. И там уже все, тканевое основание. Ребята, вот эта стелька при ходьбе выползает сзади. То есть, я иду, и в какой-то момент у меня сзади начинает вот так торчать стелька. Думаю, дело в том, что моя нога несколько там елозит внутри этих кроссовок. Не знаю, в чем дело. Кроссовки дико тяжелые. То есть, вот даже при... Вот я их держу на руках, и они прям тяжеленные. В них дискомфортно. Дело может быть в размере, конечно. Это размер какой у нас? 37-й. Конечно, это не мой размер, но, по-моему, вот они были по скидке. Не помню, по какой причине. Короче, я от этих кроссовок избавляюсь. Сейчас спрошу, у кого из подружек есть нужда в кроссовках. Если они кому-то понравятся и кому-то подойдут, то я думаю, что я их презентую. Ничего выкидывать я, разумеется, не собираюсь. Я найду либо новых хозяев, либо... Ну, найду я, что с ними сделать, кому их отдать. Выкидывать я ничего не намерена. Да, но от этих кроссовок я однозначно избавлюсь. Следующие кроссовки, от которых, наверное, по-хорошему надо избавиться, но это мои абьюзивные кроссовки. То есть у меня с ними какая-то дикая любовь, которая, ну, вообще неплодотворна. Итак, это кроссовки Билл Вест. Они, не помню, сколько стоили. Это кожаные полностью кроссовки. И если вы посмотрите на узор на них, это... Господи, как его зовут? Боже мой, я забыла! Значит, семейство называется Симпсоны, и он Барт. Господи, это скелет Барта Симпсона. Как будто его бьет током, и он такой вот становится прозрачный, как на рентгеновском снимке. И здесь все в этих маленьких скелетончиках. Мне они дико нравятся. Они мне кажутся дико крутыми. Они сделаны как кеды, что ли. В чем их проблема? Когда на улице жарко, их не надеть точно, потому что они полностью кожаные, у них никакой нет перфорации, ничего. Надеть на улицу во время дождя, например, невозможно, потому что вот эта белая кожа, на нее падает капля воды, и выглядит это, то есть сразу меняется цвет этой кожи, потом оно высыхает, все возвращается на круги своя, но в моменте это выглядит ужасно. Я не знаю, я их никуда девать не буду, потому что я их очень мало носила. У них даже вот, ну, подошва, она, конечно, припыленная, но она еще такая, знаете, ничего с ними не произошло. Но я их очень люблю, но я их ношу катастрофически мало, катастрофически мало. Крутые. И, честно говоря, я не знаю, с чем их носить. С джинсами просто? Не знаю. Мне кажется, как-то надо поддерживать эту тему, вот эту, скажите мне, ну, такую шаловливую, да, раз у нас тут такие рисунки, мне кажется, что-то должно быть такое. Следующие кроссовки, от которых я не собираюсь избавляться, они куплены в этом цыганском магазине, или как он там называется, не знаю, Планета Обуви, или, по-моему, что-то такое, или Биг Шоп сейчас это называется. Знаете, такие огромные магазины, как Ангары. И да, стоят ужасные, низкокачественные всякие кроссовки, обувь, все что угодно. А обожаю этот магазин. И вот в какой-то момент я туда пришла и нашла там вот такие кроссы. Они огромные, то есть я могу себе это позволить. У меня размер где-то 35,5-36, ну, вот, где-то вот в этом диапазоне. И вот эти кроссовки 37-го размера, но они маломерят, я думаю, потому что это Китай. Я заменила здесь шнурки на силиконовые. Вообще, я практически везде это делаю. Я меняю шнурок на силиконовую вот эту вот замену. Классно. Силиконовые шнурки тема. Единственное, что задолбишься их вставлять, но потом это очень круто. Это утепленные кроссовки. Я не смогу вам показать их внутри, но они прям теплые. У них высокая подошва. Они амортизируют. Они не скользкие. Я их носила в бешеные холода. У нас здесь были на юге бешеные холода. Не поверите, у нас было минус 15. Для нас это невыносимо. При нашей влажности это погибнуть можно. Ребята, в них было очень круто. Когда я надеваю кожаные ботинки, между моей ногой и ботинком нет воздушной прослойки. За счет этого у меня нога быстро замерзает. В коже даже, ну разумеется, смехом все дела. Вот в этих я себя чувствовала великолепно. Вот я их люблю. Круто. 1700 рублей. Отличное вложение денег. Да, я их очень-очень люблю. Давайте дальше. Кроссовки, от которых нужно избавиться. Буду думать, что с ними делать. Кому их. Потому что носила я их тоже крайне мало. Это Кедо. И я тоже заменила шнурки. Я думала, это поможет. Не поможет. Вообще у них тоже были такие голографические шнурки. У меня сумка куплена под эти кроссовки. Голографическая, тон в тон. Мне казалось, что это просто кайф. И здесь размер, не знаю какой. Тридцать седьмой тоже. Ну, знаете, как это бывает. Я прихожу, моего размера нет. А мне кроссовки дико нравятся. Я такая, да, я их беру. Вторых таких не будет. Да. В чем тут приколдес в этих кроссовках? Почему я не могу их носить? У них вот тут язычок. И он упирается в изгиб, который сплюсно на голень переходит. Вы поняли? Где ваша стопа соединяется с вашей вертикальной ногой. И вот этот язычок туда упирается. Вы скажете, ну упирается и упирается. В чем проблема? Он не тканевый. Он из вот этого блестящего материала. И этот материал, он не гнется. Он, точнее как, он гнется. Но он очень жесткий. И если в них походить, ну даже совсем немного, на ноге прямо остается след, как натертость или надавленность какая-то. Это очень неудобно. Очень неудобно. Поэтому я вытащу из них свои силиконовые заменители. Я думала, что это поможет, если честно. Вытащу, конечно, эти шнурки. Вставлю обратно родные шнурки. И поищу им новую хозяйку. Возможно, если человеку будет подходить размер, может быть, и не будет такой проблемы. Но, конечно, они такие красивые, такие переливчатые. Да. Ну, я понимаю, что черные шнурки выглядят ужасно. Но у меня других силиконовых не было. От этих избавляемся. Кроссовочки, которые... Давайте вот покажу новиночку свою. Это кроссовки с сайта Asos. Я заменила в них тоже шнурки на силиконовые. Это вот такие кроссы. Сейчас они... Я их постирала, они чуть-чуть деформировались. Они тканевые. То есть вот эта вся часть, все вот это дышит. Я их брала на лето, разумеется. Подружка мне сказала, что это классический аглишус. Что они такие все стремные, уродливые. Ну, я бы не сказала. Интересно, откуда в них сено. Вот там внутри. Не могу понять, что я с ними делала. Потому что... А, я их сушила на балконе. Может, надула ветром. Не знаю. Ребята, клевые кроссовки. Очень легкие по весу. Очень комфортные, удобные. Кроме вот этой задней части. Вот всегда вот этот вот задник. Это моя большая беда. У меня пятка будет натерта. Буду думать, что с ними делать. Возможно, попытаюсь их поразнашивать на носок. Для того, чтобы вот эта часть приняла форму моей ноги. Но у меня есть там кроссовки Adidas, которые говорят, что нихрена эта тема не работает. Но я хочу попробовать. Кроссовки суперудобные. Очень клевая подошва такая, знаете, амортизирующая, мягкая. Почему я так за эту амортизацию топлю? Потому что у меня дикие проблемы со стопами, с пятками. У меня фасциит пяточный. И это невероятная боль, если я ношу что-то на плоском ходу и бьюсь пяткой. То есть, если нет амортизации. Невыносимо больно. Поэтому вот такие кроссовки на Asos. Там была распродажа. И я их купила за 2000 рублей. Клевые, беленькие. И за счет того, что у них много тканевых вставок, их вполне можно стирать в стиральной машине. Я это регулярно делаю. Стираю все свои кроссовки. И, в принципе, довольна. Ничего с кроссовками не происходит. Кроссовки, по-моему, это Demix. Да? Да? Ну, скажите, знатоки. Demix у нас где продается? Не в Спортмастере. А где? Спортмастера. Есть еще один магазин. Декатлон, да? По-моему, это кроссовки из Декатлона. И это мои кроссовки для спортзала. То есть, я их постирала. Да, Demix. Вон там же написано внутри. Почему я не обратила внимание. Это мои кроссовки для спортзала. Вот я ношу их полтора года вообще без передышек. То есть, они всегда со мной ходят в зал. И с ними ничего не случилось за все это время вообще. То есть, посмотрите. Идеально вообще выглядят. Единственное, что здесь были наклейки. Какие-то, ну, уродские, там, текстовые. Они отвалились. Ну, и бог с ними. Они мне не нужны были. Так. Что? Кроссовки классные, легкие. Но, ребята. Вообще, для зала это неправильная обувь. Для зала нужна обувь закрытая с плотным хотя бы носком. Потому что, если вы на себя уроните гирю или еще что-то, обувь должна хоть немного защитить ваши пальцы. Здесь вот эта тканевая история. Если я уроню гантельку себе на ножку, 5-килограммовую, я с пальчиками смогу попрощаться со своими. Классные кроссовки. Очень легкие, очень удобные. Если они придут в негодность, я куплю, наверное, еще такие же. Классные. Мне очень нравятся. Конечно, да, это бюджетный вариант. Кто-то в зал покупает. Я видела супер дорогие варианты. Какие-то крутые. Ну, дай вам бог здоровья. Я в зал хожу работать. Я там вообще не выпендриваюсь ни перед кем. У меня нет супер красивой, бешеной, дорогущей формы. То есть, у меня какие-то тайцы обычные. У меня спортивная футболка тоже, Демикс, по-моему. И вот кроссовки. И чувствую себя великолепно. Более того, у меня мешок для сменки, который мне был куплен в девятом классе. То есть, представьте, я школу закончила 15 лет назад. И у меня до сих пор мешочек с девятого класса мой для сменки. Я с ним хожу. Вот так вот, да. Покажу вам еще одну относительную свою новинку. Это просто мечта. Я не знаю, видно вам или нет. Передает ли камера цвет. Вот он такой, какой вы его видите, даже, возможно, поярче. Это кислотные такие вот кроссовки. И смотрите, я подобрала силиконовые шнурки. Такого вот цвета прям один в один. На самом деле, у них были обычные тканевые шнурки, которые мне не нравились. И, конечно, так выглядит лучше. Кроссовки удобнейшие. Я их купила, сейчас скажу вам, где в Паулу Конте были скидки. И у них была... Они хитрецы, блин, жуткие. Они сделали витрину с кроссовками и сумками. Вот всеми такими вот ярко-розовыми фуксиями, кислотными всякими. Ну как там пройти? Я увидела эти кроссовки, я влюбилась. Теперь какая у меня проблема? Я... Во-первых, они не совсем летние, да. Вы видите, что они закрытые. Хоть у них есть перфорации, но в них жарко. В них жарко по нашей погоде краснодарской. Это убийство. Но, ребятушки, я эти кроссовки люблю. Мне нравится их носить. Они удобные, но я не знаю, какой под них подобрать лук. Мне девчонки-подружки поскидывали варианты, например, Total Black плюс яркие кроссовки. Я попыталась. Мне кажется, она мне смотрится не так круто, как на Дженнифер Лопес. По объективным причинам. То есть, честно говоря, их достаточно трудно комбинировать с чем-то. Хотя, казалось бы, ну да, белые кроссовки вы надеваете под что угодно, и вы звезда. Тут, конечно, немножко не так работает. Сразу скажу, качеством я недовольна. То есть, эти кроссовки стоили денег. И по, значит, знаете, как на ценнике. Одна цена, другая цена. Вот исходная цена у них вообще там какая-то сногсшибательная. Для меня, для моего уровня. Со скидкой, да. Стоили дешевле, но все равно дорого. Но, ребята, они того не стоят, конечно. Конечно, качество не очень у Паула Конта. Именно вот такой обуви. Ну, знаете, где-то швы неровные. Где-то вот что-то как-то... Ну, они выезжают за счет цвета. Разве что. Только за счет цвета. Кроссовки, от которых я избавляюсь, однозначно. По объективным причинам я вам показываю. Вы сразу говорите, а, ну понятно. Сказали? Это кроссовки Adidas оригинальные. Это кроссовки, которые были куплены достаточно давно. Я их носила упорно в свое время. Они кожаные, они вот такого синего цвета. И они на танкетке скрытой. Ну, во-первых, это дико не модно уже, да. Вот эта вот скрытая танкетка. Возможно, мода вернется. Но я уже этот момент не застану. Кроссовки выглядят хорошо. Выбрасывать их, ну, явно не нужно. То есть, с ними все в целом в порядке. Поэтому я поищу, кому их предложить. У них размер тут, сейчас скажу вам. Не скажу. Ну, типа, европейский. 37,1. Не знаю, что это значит. Ну, они мне великоваты, разумеется. У меня вообще в половине тут кроссовок лежит. Стелька толстая. Потому что иначе я бы не смогла их носить. Вообще, даже там 36 размер во многих магазинах, во многих марках для меня большущий. Что ж мне делать? Ну, если я влюбилась в кроссовки, ну, что ж теперь? Знаете, как мемасик такой появился? Типа, психотерапия? Нет, зачеркнуто. А под зеленой галочкой хаотичная покупка вещей, чтобы хоть как-то заткнуть дыру там в своей душе. Что-то такое. Не могу сказать, что со мной это на 100% так. Потому что кроссовки – это моя обувь в мир, в мир и в добрые люди. Я очень люблю кроссовки. И когда мне говорят, да купи лучше три хорошие пары. А чё? Ну, хорошие пары – это что? Ну, это какие? Ну, вот Adidas, там, Стэн Смит, там, или ещё что-то. Это хороший или это дешманский? Я не понимаю. У всех свои критерии. У меня кроссовки нужны мне для разных целей. И поэтому купить одни хорошие вместо пяти плохих. Ну, во-первых, что значит плохих? А во-вторых, ну, типа, ребят, нет, со мной это точно не работает. Давайте я вам покажу кроссовки из BeFree. BeFree, знаете, магазин? Это кроссовки, я сняла с них стразы, они были в стразах. Короче, это вот такие кроссовки. А они такие хитрые, у них вот здесь впереди очень много места. То есть, смотрите, бывают кроссовки, в которые ты ногу засунула, но у тебя так пальчики один на другой находят, потому что очень узко внутри. А эти кроссовки, в них вот так можно растопырить пальцы за счет того, что здесь очень широкая часть в носке. В чем прикол? На эти кроссовки надевается еще, у меня где-то лежит даже в закромах, такая сбруя с крупными стразами. Она надевается вот так, она проходит под подошвой, и вот здесь стразы получаются, и здесь стразы. Я сняла, потому что это вообще цыганский шик, тут и так достаточно, да, блестящие эти элементы, вот этот бархат, ну такие кроссовки и так привлекающие к себе внимание. Да, эти стразы чем коварны? Они, если вы, допустим, в колготках идете, и вы когда идете, вы царапаете как бы ногу об ногу, можно порвать себе кроссовки, можно травмировать кроссовок об кроссовок. Но у меня во всех кроссовках, если вы сейчас заметите, есть вот такие почеркушки на каблуке, типа якобы на подошве, потому что я при ходьбе могу вот так вот бить кроссовком об кроссовок. Это кроссы, очень удобные, они для средней температуры, потому что они опять-таки все закрытые, вообще никакой перфорации, хотя они вот тут вот текстильные, но все равно у них достаточно жарко, они классные, я их люблю, они привлекают к себе внимание, они делают меня выше сантиметров так этак на 4. Мне это нравится, классно амортизируют, бифри, клевые кроссы. Все, ничего не могу сказать, мне нравится. Кроссовки, от которых я точно избавляюсь, прям 100%, это снова Adidas. Может быть, пора смириться и перестать их покупать. Высокие кроссовки на плоском ходу, гигантского размера, так, не могу понять какой, но чуть ли не 38-й. У меня здесь внутри лежит вот такая стелька, огроменная. И все равно они большие на меня, большие, хотя стелька такая специальная, с мягкой пяткой, ну такой не мягкая, а такой вот, видите, ну короче, специальный. Ребята, огромные кроссовки. Вы скажете, Ксюша, что ты их купила? А потому что в Чехии, когда были, была распродажа, и только в этом размере, в этом цвете были эти кроссовки за какие-то вообще смешные деньги. Их нельзя было не взять, и разумеется, я взяла. Сейчас я буду искать им новых хозяев. Кроссовки практически в идеальном состоянии, просто я их ленюсь мыть, потому что, ну вот, как-то нелюбимые дети в семье, что ж теперь. Кроссовки отличные, Adidas оригинальные кроссы, но они пришлись ко двору, и кого я обманываю, хватит уже с ними носиться, как дурень со ступой. Моя самая недавняя покупка к вот этому худи, в принципе, там, да, все покупалось. Вот такие бежевенькие кроссовки Stradivarius. Я не знаю, видно вам или нет. Короче, у меня сейчас пробило, она все бежевая, у меня сумка бежевая, у меня столько светлых вещей появилось, что-то в моей жизни прям поменялось. И мне очень они нравятся. Они тканевые, я их постирала, но есть в них определенное коварство. Когда они высыхают, вот здесь на тканевой части появляются желтые разводы. Хрен поймет, куда они взялись, не знаю, именно желтые. Не грязные, не от грязи, желтые, не знаю от чего. Но я протерла влажную салфеточку, и эти разводы ушли. У них вот такая пятка, это, по-моему, называется типа ретро, да, стиль. То есть они не грубые, они такие вот, собирают ножку. И я думаю, что это будет красиво, даже если у вас размер ноги прям большой-большой-большой. На вас будет все равно смотреться. Страдивариус по скидке стоили 2300 рублей, что-то такое, или 400 рублей. Очень мне нравятся. Крутые кроссы, люблю их. И они такие нежные. И с платьем очень-очень хорошо сочетаются. Прямо мои фавориты за последнее время. Я не хотела их покупать, подружка заставила. Она там примеряла, говорит, Ксюша, примерь эти кроссовки. Я такая, да ладно, чего у меня нет кроссовок? А потом думаю, господи, когда кроссовки были лишними. Единственное, что хотела вам показать. В принципе, это можно было разглядеть и в магазине, я этого не сделала. Вот сейчас закончу снимать видео, и вот здесь буду подклеивать. Видно вам? Чуть-чуть отходит резиновая подошва. Ну, я сейчас возьму просто клей-момент. Аккуратно нанесу его, прижму, и сама подлатаю свои кроссовки. Да, у меня в 36-м размере, в кои-то веки я купила что-то своего размера. На меня не похоже, прям что-то в лесу сдохло. Кроссовки Фила. Судьбу этих кроссовок, не знаю еще, я не определилась, может вы мне подскажете. Они достаточно удобные, с ними в целом все хорошо. Но они очень теплые, то есть они все кожаные и закрытые. Да, перфорация есть только на носке, которая не дает ровным счетом ничего. Вообще-то такая псевдоперфорация, ну что она дает? Никакой нет вентиляции совершенно. И в целом с этими кроссовками как бы все вроде бы окей. Единственное, что их невозможно носить на босу ногу. Они натирают вот здесь вот задник, натирает пятку. Ну, босу ногу, что я имею в виду, да? Стелечка, подследничек вот такой, да? Носочек хоть супер-мега низкий. Чтобы как будто бы нога была голая. Но, ребята, это носить невозможно. И я не знаю, мне нужно подумать их судьбу хорошенько. Потому что, честно, вот они в разряд любимых у меня не входят. Вот вроде с ними все нормально, но носить я их не могу. Наверное, я их положу вот сюда, к тем ребятам, от которых хочу избавиться. Вообще, эти кроссовки я ожидала, что будут для меня прям такими, знаете, на постоянку носить, не снимать. Ну, столько в них оказалось нюансов. Плюс у меня дико чувствительная кожа. Ребят, я натираю всем. Я вообще в своей жизни прям удобные обуви не носила. Мне всегда что-то не так. Всегда. У меня супер чувствительные, там, что-то пальцы, что-то ногти, если чуть-чуть где-то давят, у меня что-то все начинает врастать. Короче, катастрофа. Катастрофа. Да, и вот давайте кроссовки покажу, с которыми я так пыталась подружиться, но так и не смогла. Тоже кроссовки Adidas. OrtoLight. Это типа что-то ортопедическое, что ли? Не знаю. Я заменила шнурки, конечно же. Это вот такие белые кроссовки. Это типа под Стэн Смит сделанный у них. Ну, то есть форма все такое же, носочек такой же, но нет сзади вот этой нашлепки Стэн Смит. Ну, я думаю, если я скажу, что это в стиле Стэн Смит, вы поймете. Ребята, в чем их проблема? Вот видите, я их даже держу. Видите, у них задник вот так вот делает. Вот так. И этот задник жесткий. Натереть ими ногу плевое дело. То есть их надо носить с высокими плотными носками. И даже через плотный носок можно натереть ногу. Во всем остальном отличные кроссовки. Вот непонятно, что делать. Я их оставлю. Просто потому, что жадность не позволит мне кому-то их отдать. Клевые. Мне нравится вот эта форма. Мне нравится вообще стиль. Все дела. Но это, конечно, катастрофа. Они так натирают. Ну, посмотрите. Ну, сейчас вот давайте другие кроссовки возьмем. Видите, какой этих загиб идет вперед. На ногу. Если бы это было все прямо как-то. Я пыталась исправить. Я пыталась, знаете, как советуют побить молотком. Мне ничего не помогает. Ничего не помогает, но я никуда их не буду девать. Я слишком жадная. Никуда я их не дену. Кроссовки, которые сходили со мной всю Чехию. Это скетчерсы. Так, скетчерс ультра. И это как-то было что-то там. Эйр, чего-то там. Это супер легкие кроссовки. Они на вес, правда, очень легкие. Они супер удобные. Для долгих пеших прогулок это просто фантастика. Они нигде не трут. Они нигде не жмут. Они прям, ну, вкуснятина. Очень обычные. Никакая не, там, модная форма. Никакие они, там, не супер стильные. Но клевые. Они очень удобные. Я их оставляю. Должны же у меня быть черные кроссовки в конце концов. Но не могу сказать тоже, что они любимые. Мне хочется кроссовки всегда с характером. Чтобы в них было что-то, за что можно зацепиться взгляду. В этих нет, но они удобные. А я, женщина пожелая, мне удобства сейчас превыше всего. Кроссовки, от которых вы скажете, Ксюша, избавься, бога ради. Чего ты нам их показываешь? Но я не могу. Значит, это кроссовки. Не знаю, что это за марка. Они уже убитые, убитые. Я в них красила детскую веранду в саду. Я в них ходила в походы. И это те кроссовки, которые действительно у меня походные. То есть, если мне куда-то идти, я надену их. Потому что это прям ходики. Они легкие, они дышащие. У них толстая подошва, которая опять-таки дает амортизацию. Они нигде не давят. У них чудесный задник. Вы тут видите, как он отстает как бы от ноги? Ну, сказка же. Адидас, что, нельзя было так сделать? Это мои кроссовки не на выход. Это кроссовки, которые, видите, на них краска зеленая местами. Это вот веранду я красила. Это кроссовки вообще не на выход. Это кроссовки для походов. Поэтому я их оставляю. И, наконец, две мои самые любимые бары кроссовок. В принципе, от вот этих уже пора избавиться. Они уже дохленькие. Они уже там все стоптанные. У них вот тут вот даже, посмотрите, нитки. Нитки полезли. То есть, я, наверное, нитку обрежу, то эту, конечно. Но я думаю, что они... А, ну все, понятно. Видите, они кушать уже просят. Вот, пальчик мой. И у них проблема, они где-то стали пропускать пыль. Не знаю, где-то, наверное, треснула подошва. Потому что я в них прошлась и вернулась домой с пыльной ногой внутри. То есть, как будто они где-то глотали пыль. Но не важно. Вот такие белые кроссовки. Сверхлегкие. Вот это все дышащая ткань. Невероятно удобные. У кого пяточный фасцит, вот вам это надо. Ребята, продается эта прелесть в Мармалата. И у меня таких кроссовок двое. Я двое их покупала в Мармалата. Абсолютно идентичные. Одни у меня в театре лежат. Для там занятий по сцен движу. Для чего угодно. И вторые вот дома. Но уже, видимо, я от них избавлюсь. Просто на старости лет. У них тут есть, видите, вот такие пятна. Это не грязь. Это именно деформированная подошва. От того, что я бьюсь ногами друг об друга. Какие были клевые кроссовки. Как они мне послужили. В Мармалата сейчас есть такие черные. Ну, черные вообще не смотрятся, если честно. Есть розовые. Супер нежный розовый такой. Не с чем сравнить. Негде показать вам. Супер нежный розовый. И бежевый. Бежевый тоже какая-то хрень. Ну, попса. Некрасивый бежевый. А как будто потертый белый такой. Замусоленный. Белый идеальный. Если я увижу там еще такие белые, я возьму. 1700 рублей. Вот это стоит удовольствие. Супер удобные кроссовки. Для долгих прогулок. Они нигде не трут. На босу ножку чудесно. Чудесные кроссы. Вообще в Мармалата, я не знаю, видели вы или нет, появилось в одно время много сразу кроссовок. И они все были удачные практически. Там классные очень фасоны. Стильные кроссы. Заходите, смотрите. У них там еще есть система вот это бонусов. Если вы не спросите сами, вам они ничего про нее не расскажут. Но вообще приколдес в том, что когда у вас накапливаются бонусы, вы их можете списывать на покупки. И у меня что-то было там 800 бонусов. И я пришла и списала на свои покупки. 800 бонусов это 800 рублей. Но если вы сами не скажете, они вам не скажут ничего. Надо лезть к ним под кожу. И последние мои кроссовки. Самые любимые на данный момент. Я их просто обожаю. Это просто моя любовь и моя прелесть. Все, кто видит эти кроссы, спрашивают, откуда они. А это кроссовки из Кроп Таун. И стоили они 600 рублей. Потому что это был последний размер. Я заменила вот здесь шнуровку на силиконовые шнурочки. Сразу заиграла. Сразу все совсем по-другому. Они подходят подо все. Они супер удобные. Они привлекающие внимание. Они такие весенние. Я их ношу совсем буквально. Супер кроссы. Иногда стоит заходить в такие магазины, типа вот Страдивариус, Бифрия. Именно в обувную часть. Потому что там бывают ну такие жемчужины, что мама дорогая. Ну прям классные. Прям классные. Вот эти кроссовки на данный момент мои самые любимые. Самые любимые. Очень удобные. Стильно, модно, молодежно. Иначе не сказать. Вот так. Мы с вами по факту избавились от 1, 2, 3, 4, 5, 6, от 6 пар кроссовок. Мне кажется, это неплохо, учитывая весь объем и мою прижимистость в этом вопросе. То есть я немножечко расхламилась. Чего и вам желаю. Напишите, расхламляетесь ли вы к теплому времени года. Как вы вообще относитесь к расхламлению или вы считаете, что нефиг захламляться изначально. Я примерно готова и ожидаю. И могу предсказать примерно, что меня ждет. Какие комментарии о том, что а как же разумное потребление. Да вот так, ребят. Да вот так. Ну что я могу поделать? Ничего. Это психологическая проблема детей 90-х, которые не могли себе позволить кроссовки, у которых не было кроссовок в свое время, или там были одни, но они для физкультуры и там вообще. И как только появляются свободные деньги, люди начинают затариваться кроссовками. Это явление описано психологами уже. И я понимаю, у меня еще все так спокойно. Я знаю, что люди там покупают дорогущие какие-то там сумасшедшие кроссовки, стоят за ними в очередях. Это не моя история. Для меня кроссовки это в первую очередь вещь нужная, полезная, удобная. А уже во вторую очередь это красота, стиль там какой-то. Вот. Спасибо большое, что были со мной. Пишите ваше мнение. Сколько пар кроссовок у вас? Какие из моих кроссовок вам понравились? И вообще понравились ли хоть какие-то? Или вы скажете, что все ужасно? Пишите мне все интересно. Спасибо. Ставьте лайки. Делайте все, что хотите. Я очень сильно вас всех люблю. Спасибо, что вы были со мной. И пока.